МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Недавние исследования показали, что больше половины россиян мечтает о блестящей карьере. А это ни много ни мало – 40 миллионов человек. Казалось бы, сногсшибательная перспектива для экономики. Но вот социологи бьют тревогу. Оказывается, две трети карьерных людей остаются одинокими. Неужели успешная карьера и семья – две вещи несовместные? Наша сегодняшняя тема – страсти по карьере. Здравствуйте! Как обычно в начале программы, я с удовольствием представляю гостей и экспертов нашей студии. Писательница и общественный деятель Маша Арбатова. Здравствуйте, Маша! Музыкант Владимир Осимов. Добрый день! Заслуженная артистка России Анна Самохина. И ректор Института психологии и сексологии, психотерапевт Лев Щеглов. Здравствуйте! Нашей первой героине совместить карьеру и семью не удалось. Она вышла замуж, родила сына и совершенно сознательно отказалась от совершенно блестящей перспективы – от поста вице-президента банка. Встречайте Татьяну Асимову из Москвы. Здравствуйте, Татьяна! Проходите, садитесь, пожалуйста. Ну, не нужно быть детективным автором, чтобы догадаться, что вы Володина жена, да? Да. Ой, мы так скрывали, скрывали. А вы все взяли и рассказали. Ой, боже мой! Ужас, ужас! Ну, все-таки у нас не детективная программа. Но вице-президент банка – это серьезно, да? Это большой успех, большой пост. Он вам легко давался, этот успех, этот пост? Я начинала в банке работать обыкновенным курьером. За 60 рублей в месяц. То есть с самого низа, да, с самых низов. С самых низов. А для того, чтобы выбиться в руководителей, нужны какие-то особые качества? Ничего не нужно, надо просто работать и работать. Руководителем может быть только тот человек, настоящим руководителем, который понимает всю степень, которую нужно пройти, да? Начиная от курьера, кончая операционистом, потом контролером банка и так далее. Как можно руководить, когда ты не знаешь, что должен делать курьер? Маш, вы человек, наверное, лучше всех нас осведомленный в такого рода статистике. Скажите, пожалуйста, есть какое-то соотношение женщин и мужчин на руководящих постах в коммерческих и некоммерческих структурах, в любых? Ну, сейчас уже считается в России достаточно много женщин-топ-менеджеров. Я про эти цифры не готова сказать. Но я могу сказать, что, несмотря на это, очень плохо потом все распределяется. Потому что до сих пор по Среднему Госкомстату 92% частной собственности зарегистрировано на российских мужчин. То есть вот эти женщины, они все равно пашут на них пока. Но есть как бы такая тенденция, что жены, любовницы и дочки, они распополамивают все это потихоньку. И считается, что лет через пять наша экономика будет как западная. Потому что вот она пашет в банке, но не на себя ведь, а на акционеров. А вот там надо посмотреть, сколько мужских фамилий и сколько женских. Маш, а если говорить о женском выборе, что выбирают нынче современные женщины? Семью или карьеру? Десять лет тому назад 70% хотела, значит, хорошего мужа. Я считала, что вот тогда все будет шоколадно. Я хотела карьеру. Жениха хорошего. Ну да, а вот теперь все резко поменялось, потому что поняли, что муж это как бы все-таки временное явление, а карьера это величина постоянная, не смываемая. Нет, ну, как бы, грубо говоря, инвестиции в собственную карьеру это инвестиции в себя, да. Инвестиции в эту семью это только инвестиции в эту семью. Вот посмотрите на Хиллари Клинтон. Вот пока она занималась карьерой мужа, ничего хорошего не было. И чем кончилась его карьера? Лев Моисеевич, а можно как-то прогнозировать вот этот женский карьерный рост, всплеск? Дальше что будет с нами, девочками? Я надеюсь, что произойдет то же, что и на Западе, которые как бы насытились вот этим. Я не вижу в этом ничего хорошего, что основные ценности сегодня для россиян это успех, карьера, деньги. А основные ценности по-настоящему богатых стран сегодня это личное счастье, здоровье, семья. Университетский американский профессор по американским меркам получает очень маленькие деньги. Порядка 38-45 тысяч долларов в год это для Америки ничто. И интеллигенция стремится к этому, потому что это входит в понятие nice life, это хорошая жизнь, качественная. Это кампусы, лужайки, это не надо на работу к 8 утра, безопасность, уважение. Мы еще этим не насытились, и я думаю, что многие еще сломают себе судьбы. Да как мы не насытились? Мы еще не начинали даже. Ань, как вы считаете относительно карьерных женщин? Вы карьерная? Нет, всему свое время. Молодость, она прекрасна, и в молодости хочется все и сразу. И поэтому это нормально, что карьеру делают в молодости. Вы так говорите, в молодости в какой-то. Вы до сих пор молоды и прекрасны. Тань, мы сейчас с Володей начали с того, что сказали, боже мой, мы так скрывали, что мы, может, за это скрывали. Это была шутка, это была шутка, но всем же известно, вот это вот какая-то совершенно романтическая история. Нет, она была детективной. Тань, ну расскажите, вот вы банкирша, у вас все прекрасно, вы из низов выросли. Я банкирша, но у меня был друг Барри Алибасов. Я вообще не имела представления о группе Нана и кто такой Владимир Асимов, то есть я была очень далека от этого. Я занималась своей карьерой, и в один прекрасный момент Барри мне сказал, у меня вот есть группа «Не поможешь ли». Ну и помогла на свою голову. Случилась любовь, да? Правильно я понимаю? Да, случилась любовь, но ситуация такая, что во время того, когда она случилась, Барри решил на мне жениться. Ой, боже мой. Вот это не входило в мои планы. Слушайте, ну это правда, детектив. То есть тут какая-то смесь детектива и любого романа. Но так как я из тех людей, которые всегда смеются над горем и плачут, когда наступает счастье, то есть у меня на тот момент было просто смешно. Я пыталась все это переводить в шутку, оказалось, что это вот сложно все было сделать. И он просто подошел к Асимову и сказал, либо Нана, либо она. Ну понятно. Мне стало так обидно, что третьего варианта не может быть. И Асимов пошутил, он говорит, ну как нет третьего варианта, Штирлиц? Я говорю, не поняла. Он говорит, детектив, совершенно все нормально, значит, будем скрывать. Я говорю, как? Он говорит, давай попробуем, а там как получится. И у нас получилось, мы в 8 лет скрывали свой брак. Все знали, что у нас родился ребенок. Все знали, что, значит, как бы все хорошо, но все думали, что мы вместе не живем. Мы так закоинспирировали, что наши родители об этом не знали. А как это у вас получилось? Вот так, мы пошли тихонько расписались. То, что мы живем вместе, да. А когда они узнали? Моя мама, к сожалению, так и не узнала. Она умерла, она так и не узнала, что мы официально расписаны. После моего ухода. А после ухода Володи из группы, вот тогда как бы узнала его мама, которая на нас обиделась и полгода с нами не разговаривала за недоверие к ней. Нам пришлось это сделать, потому что вот здесь мы пытались, и у нас это получилось, сочетать карьеру и семью. Да. Тань, вы, вас такие любили мужчины, что один, что другой орел. Вы помогали им в их работе. И вдруг бабах, и вы бросили свою. У меня родился ребенок. И вы мне, конечно, извините великодошно, но когда на чашу весов ставится карьера или счастье твоего ребенка и любовь твоего ребенка, я выбрала, конечно, любовь своего ребенка, потому что работать в банке и воспитывать ребенка, это нереально. Времени на это нет. Значит, надо было нанять няню, которая бы сидела, и кто бы в итоге у него был мама, я или няня. Ага. Ему никогда не нравилась моя работа. Ему никогда не нравилось, что я много зарабатываю. Он мне всегда говорил, мне не нравится. Мне бы больше его устроило, если бы ты ушла с работы. Но я не уходила, а ушла только тогда, когда родился ребенок. Володь, а почему вам это не нравилось? А я объясню, почему не нравилось. Потому что мне не нравилось, что рядом с ней постоянно должны были ходить большие мужчины в пиджаках, в бронежилетах и с кобурой. Мне не нравилось то, что в нее стреляли. Потому что это было 90-е годы. Это же 90-е годы, и у банкиров отстреливали, к сожалению. И там разбирают совсем по-другому. Но это никому не понравится. Лев Моисеевич, а как часто случается, что мужчина против карьеры жены? Если не брать какие-то индивидуальные истории, которые у всех есть, то, конечно же, увы, наш российский постсоветский мужчина, он боится сильной женщины. Господи, почему он только не боится? Боится, он хочет руководить. Он не знает, как себя вести. Ему кажется унизительным быть на содержании. Он хочет безапелляционно командовать. Наше общество развернуто пока еще в сторону мужчин. Причем зачастую несправедливо. Как бы не хотелось мужчине озвучивать вот эту позицию, о которой вы сказали, реально сегодня в среднем классе ровно половина женщин. Реально россиянка зарабатывает в полтора раза больше среднеарифметическое, чем среднеарифметический россиянин, потому что нет института алиментов. На самом деле, как бы мужчинам не нравится, но в основном они терпят это, и даже им это удобно. Ну, по крайней мере, с женщинами, в которых не стреляют. Аня, а в вашей жизни были мужчины, которые вам вот говорили, нет, ты больше не будешь заниматься своими делами, а отныне будешь заниматься только моими носками? Нет. У меня все мужья были хорошие. Тань, а ваш хороший муж после того, как сказал, не ходи больше на работу, и уехал на гастроли, потом приехал с гастроли, говорит, ты все еще ходишь, не ходи больше на работу. И вы сказали себе, хорошо, я уйду с работы, и ушли. Но ведь это особенно в 90-е годы, это огромные финансовые потери. Наверняка вы очень хорошо зарабатывали. Потом у вас был блестящий круг общения, не стало никакого. Как вы все это пережили, расскажите. Для меня, вот лично для меня, и Володя, мне не даст соврать, никогда деньги не стояли во главе угла. Никогда. Хорошо, когда они есть, это правда. Ты можешь себе что-то позволить, да? Больше, чем когда их нет. Как Володя ездил, так он и ездил. В то время группа «Нана» была безумно популярна. Да, это просто до неба. 968 концертов в год, и то, что я почувствовала, что у нас деньги закончились, нет. Он клал деньги на стол и говорил, приеду послезавтра. Он приезжал послезавтра, клал очередной гонорар и говорил, я приеду через неделю. Все. А вот счастье того, что маленький мальчик, который растет и смотрит на тебя глазками, и ты им занимаешься, а не бабушки, и не няни, это выше всего. А где у нас ребенок? А вот у нас ребенок, много раз упомянутый в преданиях, вполне взрослый и прекрасный мужчина. Как тебя зовут? Семен. Семен, мама с вами дома до сих пор, или она все-таки пошла на работу и больше не ухаживает за вами день и ночь? Нет, она всегда со мной. И день, и ночь. А вам это нравится? Да, конечно. Тань, вы прирожденный воспитатель? Я стараюсь просто быть рядом и иногда подсказывать, где хорошо, где плохо, но не ограничивать. Вот и все. Маш, скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, чем женщина не должна жертвовать никогда? Вот во имя каких-то мужских интересов и интересов семьи. Нет, ну вообще понятие жертвы – это понятие болезненное. Да. Скажем, вот случай их, он совсем другой. Она уже так наелась, в том банке тяжелейшая работа. Это же ужас. Но в целом, в основном, я знаю, есть такое исследование Института народонаселения Римашевской, значит, россиянки, имеющие карьеру в, по-моему, 50... Ну, короче, они в два раза больше довольны своей семьей, своими детьми, своим сексом, своей жизненной стратегией, чем россиянки, сидящие дома. Такие цифры есть. Лев Моисеевич, а с точки зрения психолога, где наиболее гармоничные отношения? Там, где мама и жена полностью, вот она, утонула в семье? Или там, где у неё всё-таки есть чем заняться вне дома? Большинство исследований сегодня показывает, что наличие автономности, наоборот, является гарантией брака. То есть, чем длиннее поводок, тем устойчивая связь. Чем короче поводок, а если уж за шейник берут, то хочется перегрызть и всё. И руку откусить. Да. Маша, а вы в одном интервью сказали, что женщина выбирает профессию домашней хозяйки, вот я прям цитирую, да, чтобы быть удобной женой. Вот это можно отнести к Татьяне, как вы думаете? Ну, вы знаете, тут как бы индивидуальная история значительно сложнее, потому что она лидер по сути, а он гастрольный муж. Это не совсем типичная семья, потому что жена гастрольного мужа – это вообще другое и третье. У меня складывается впечатление, что мы сейчас все вместе входим в одно очень большое заблуждение. Давайте исправим его. Вы посмотрите на Татьяну, какая она домохозяйка. Она никогда домохозяйкой не являлась. Потому что, во-первых, она очень сильный экономист. Она великолепный юрист. Она очень много помогает мне в моей работе, потому что я человек в таких вопросах. И даже в бытовых. Не следующий. Совершенно рассеянный. Я абсолютно не ориентируюсь даже в это. То есть она директор, да? Ну, можно так сказать. Она директор, она водитель, она очень много исполняет профессию. Она очень много мне помогает. Я такая подручная. Она не сидит дома и гладит. Таня, а что входит в ваши обязанности? И когда вы начали помогать Володе? Вот не только в делах домашних, но и в делах профессиональных. В профессиональных тогда, когда он ушел из группы. До этого я считала, ну, мало того, что это неэтично, некорректно. Это его профессия, у него есть продюсер. Это его жизнь. И я никогда не позволяла себе вообще лезть вот в его работу. До тех пор, пока вот он не ушел из группы и не сказал, мне надо вот там, там, там и там помочь. И я просто это решала, то, что он мне сказал сделать. Тогда, когда он уже начал сольную карьеру. Но вам сейчас это не тяжело, не сложно? Ну, я успеваю. Успеваете? Я успеваю, да, отругать за двойки, похвалить за пятерки, сделать какие-то вещи юридические для Володи, сбегать в банк, приехать домой, потом его забрать со студии, привезти вместо водителя. То есть я еще работаю водителем иногда. Мне это нравится. Мне главное, чтобы только он за руль не садился, потому что техника в руках артиста, это сложно. Вот этого артиста, это сложно. Сейчас мы должны ненадолго прерваться, иначе нас тоже будут ругать за двойки. Реклама на пятом канале. Абсолютно женственная суть, она карьерой не уничтожается. Но какой нормальный мужчина будет жить с такой женщиной? Вот сказка великолепная. Что-то другое появляется в человеке, и не даром же нас так колбасит, да, уже после сорока. В эфире снова ток-шоу «Жизнь как жизнь». Напоминаю, что нашу программу отныне вы можете посмотреть и на сайте пятого канала. А наша сегодняшняя тема – страсти по карьере. Следующая героиня ради карьеры рассталась с детьми. Их вырастили бабушка и дедушка. Она очень сильная женщина, но она так и не сумела совместить семью и блестящую карьеру. Встречаем Ольгу из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Ольга. Проходите, пожалуйста. Оля, а где и кем вы работаете? Я работаю в информационном департаменте и работаю директором по спецпроектам. А как началась ваша карьера? Я родила сначала ребенка, первого ребенка, дочку, обожаемую мною. Я ушла от супруга и села на шею к родителям. Но, честно говоря, я через год поняла, что сидеть дома я не могу вообще и устроилась на работу в магазинах. И тут меня проняло, что я могу заработать деньги. Я пришла продавцом девочкой 20-летней. В 21 я уже была продавцом-кассиром. Потом я села на три года с мужчиной. Я даже с ним не познакомилась, а как бы мы были знакомы. Мы встретились после долгой, так скажем, разлуки и решили, что нам нужен второй ребенок. И вот я села сначала беременная, потом, соответственно, с коляской. Прошла весь этот путь. Ну, действительно, нет, любая женщина этот путь проходит. Полтора года я кудахтала внизу около парадной со своей коляской, со своим еще трех с половиной летним старшим ребенком. А потом вы пошли на работу. Потом я рассталась с мужем. Не устремились делать карьеру? Нет, не сразу. Дело в том, что сначала я пошла на курсы. На самом деле, очень благодарна своим родителям за то, что они дали мне эту возможность. Причем старшая дочка, когда я еще была замужем, она уже переехала к родителям. Там просто был очень хороший детский сад. Ну, сын последовал за ней через полтора года. Оль, сколько было старшему сыну и младшей девочке, когда они переехали к родителям? Старшей девочке было два с половиной года, когда она уехала одна к родителям. А сыну было полтора года. Я рассталась с супругом, и мама сказала, слушай, ну все равно старший уже живет у нас. Давай нам младшего. Вообще старики должны жить с детьми. Дети со стариками, это будет неплохо. Кстати, оправдалась совершенно, вот совершенно мамины слова. Мама мудрая женщина. И дети, и родители в результате очень спокойные, живут в одном месте, и все друг друга любят. Маш, ну у вас сыновья жили годами с бабушкой и дедушкой? Без вас? Нет, у меня такого не было, но я не вижу в этом ничего дурного. Потому что я уверена, что... Ну это, конечно, лучше, чем с няней. Я уверена, что она постоянно там появляется, она постоянно на телефоне. Это мы сейчас все спросим. Аня, а вам приходилось ребенка надолго оставлять одного? Четыре года, но дочь моя жила на Кавказе, и я благодарна своей свекрови, что она дала мне возможность сняться в таких замечательных картинах, которые так и будут памятником искусства советской страны. Иначе бы просто я не смогла это сделать. Надо благодарить своих родителей, которые вам могут помочь. Ведь очень многие отказываются. Родителям вообще надо говорить всем спасибо. Спасибо вам, все наши родители, мы вас обожаем. Это правда. И ходилось, конечно, но всегда рука была на пульсе, и всегда все было в порядке. Ну без последствий, да? То есть ребенок за вами не бегал, не кричал, ты меня предала, предала! Нет, нет, такого не было. Оль, а после того, как вот у вас развязались руки, вы пошли на работу, как быстро вы стали продвигаться по карьерной лестнице? Я пришла тоже с самого низа, агентом по рекламе, совершенно не представляю, что это такое. Причем в очень сложное издание, оно было узкоспециализированным, пришлось общаться со всем цветом охранного бизнеса Санкт-Петербурга. Слушайте, потрясающие мужчины, абсолютно счастливые я теперь женщина по этому поводу, что знаю их. Вот, ну вообще агентом на проценты, без зарплаты, ну зато интересно, интересно очень. Но вы сколько лет шли вот к этому месту, которое вы занимаетесь сейчас? Я через полгода стала менеджером по рекламе, уже окладом. Где-то через год, по-моему, я стала директором по пиару уже. Несмотря даже на отсутствие специального образования? В тот момент образование по моей специальности практически нигде не давали. Более того, я опять же скажу, что у меня не совсем нет образования, да? Вот есть люди, у которых незаконченное высшее, а у меня начатое высшее. А вы сейчас доучиваетесь? Нет, нет. Мне стало неинтересно на этапе специализации. Ну да, вы уже всё знали, да. Ну, конечно, это скучно. Только раздражение вызывать. Лев Масич, скажите, пожалуйста, а женщины, нацеленные на карьеру по-настоящему, чем отличаются от слабого пола? К счастью, я не увидел ни в первой, ни во второй героине такой жёсткой мотивации карьера за счёт всего, как бы. Гори всё огнём, лишь бы деньги и директорство. А такие тоже есть? Есть. Есть мужеподобные, причём в плохом смысле мужеподобные, традиционно приписываемые, скорее приписываемые мужчинам качество. Они хотят присвоить агрессивность, жёсткость, якобы, и так далее. Ну, это несчастные люди, им нужно лечиться длительно, глубоко, у психотерапевтов. Обычно же мы имеем целый букет мотиваций. А говорят, что это от комплексов очень зависит. Но от комплексов всегда жёсткость зависит и такая излишняя конкретность. Вот, например, карьера и всё тут. А дети там туда, муж сюда. Вот мне нужна карьера. Я хочу напомнить, что у нас две женщины в правительстве сейчас. Это очень много. На самых ресурсных потоках, причём обе они саможенственность, да, то есть уже никто не кричит, кому ещё комиссарского тела. В этом смысле я считаю, что сегодня абсолютно женственная суть, она карьерой не уничтожается, и легко совместить и то, и другое. Володь, а с вашей точки зрения, женщина-карьеристка в худшую или в лучшую сторону отличается от мужчины-карьериста? Я вообще очень плохо понимаю, что это такое, потому что для меня карьера – это что-то очень плохое. Почему? Я хотел. Я хотел быть музыкантом, я хотел быть известным, я хотел быть песней. И просто пиел. Но я не задумался, что это карьера. Я делал любимое дело. Я думаю, что мы немножко говорим о другом. Там у людей, наверное, есть цель. Не секрет, мы без денег жить не можем. Так устроено общество. Абсолютно. Нам надо зарабатывать денег. Просто кто-то, наверное, хочет их зарабатывать очень много, и уже для него становится самоцелью деньги, деньги, деньги. Ну, наверное, так увлекает. А для кого-то достаточно зарабатывать для того, чтобы содержать свою семью, отвезти ее, отдохнуть, иметь благосостояние. Это другой уровень. Оль, а вы сейчас замужем? Нет. А вы же работаете среди супергероев, вы сейчас об этом упомянули. В том числе супергероев. И почему они не годятся в мужья? Или у вас какой-то это осознанный выбор? Я действительно много работаю, да, и меня могут сорвать и посреди дня, и посреди ночи. У меня есть, правда, и плюсы в моей профессии, да, но командировки, опять же, вот я много мотаюсь сейчас, да, то в Новгород, то в Петрозаводск и так далее. Это связано с нашими проектами. Ну какой нормальный мужчина будет жить с такой женщиной? И зачем мне ненормальный, который будет жить со мной? Точнее, у меня есть мой ненормальный, я открою секрет, он такой же абсолютно, как и я, нам комфортно, но он 12 лет ходит ко мне в гости. И вы видитесь как Асимова в период сумасшедшей карьеры один раз в месяц, а то и в два. Нет, мне больше повезло, больше. Лев Моисеевич, а чем это объяснить, одиночество карьерных женщин? Все-таки тем, что они не хотят ненормальных, а нормальные не хотят их? Или еще чем-то? Здесь ответ такой психологический. Чувствуют они или не чувствуют, они что-то теряют на этом пути. Но так же, как многие говорят, да, вот и, наверное, справедливо. Придя во власть или в политику, разве можно остаться честненьким, беленьким, пушистеньким? Перерабатывают, да, какие-то шестеренки перерабатывают в чем-то человека. Наверное, человек обуянный карьерной идеей. Наверное, он что-то... Но одержимость, она плоха во всем, не только в карьере, но даже, я не знаю, в поедании соленых огурцов. Если человек одержимый поедает соленые огурцы, значит, что с ним что-то не то. Наверное, он беременный. Да, конечно. Но вот я думаю, вот в чем бесконечный успех «Москва слезам не верит» этого фильма, который смотрится, да? Ведь там как бы сказка не только о Золушке, которая из простых работниц стала в советские времена директрисой. Она же не растеряла материнская дочка, она не растеряла женская, она сумела полюбить и подстроиться под этого странного Гошу Баталова. Вот сказка великолепная. Ань, а вы готовы подстраиваться под странного Гошу? Уже да. Раньше нет. А сейчас что-то изменилось? Все меняется. Появляется терпимость, появляется мудрость, что-то другое появляется в человеке. И не даром же нас так колбасит, да, уже после сорока. Вот когда... Уйна туда колбасит. Уже потом, когда переколбасит, что-то уже понимаешь. Поэтому уже да. Оль, а с детьми у вас сейчас какие отношения? Сколько им сейчас лет? Дочке 17, будет 18 в ноябре. Сыну 14. Ну, с половиной уже. А отношения разные, разные. Как с любым нормальным ребенком. Ну, с дочкой как с подружкой скорее, да. А с сыном более сложно, потому что, в общем-то, я не папа. Как часто вы их навещаете? Нет, мы часто видимся. Мы каждую неделю видимся. Выходные. На самом деле, безумно люблю эти выходные, потому что я сажаю их в машину. Мы ездим с дочкой в шоппинг, понятно. С сыном были. Вот сейчас у него опять переходный период. У него там свои интересы, там, скейты, там, и так далее. Я на скейте уже давно не катаюсь. Надо начинать. Не, 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 спасибо, я уже. Нет, подождите, как спасибо. Сейчас настанет, я вам сейчас прогнозирую ваше будущее. Сейчас настанет момент, когда ваша 17-летняя дочь родит и скажет, старики, мамаша, должны жить с детьми. Уже говорит. Вот, что когда-нибудь это со мной случится. Мамаша, скажет ваша 17-летняя дочь, а я, пожалуй, пойду на работу. Я надеюсь, что мои родители еще немножко поживут. С вами мамаша, скажет ваша 17-летняя дочь, ей будет тихо и спокойно, вашей внучке. И вот тут вы как вдарите по скейту. Ну, тоже возможно. На самом деле, я ожидаю первых детей как раз не от дочки, а от сына. Нет, это не важно, но, так сказать, вся тогда теория, она рассыпается в прах. У сына будет женщина, от которой у него будут дети, у женщины должны быть родители. Родители. Отлично, отлично. То есть пристроим всех туда. Я не исключаю этой возможности. Это очень здорово, когда вокруг тебя много вот этой гетни, с которой можно съездить в аквапарк, съездить на природу, не знаю, пойти в гости, в конце концов. Единственный нюанс есть, что если мне надо выходные потратить на работу, это да. Вы должны быть на работе. Самое интересное у нас впереди. А сейчас реклама на пятом канале. Качество времени, проведенное с ребенком, гораздо важнее количества. Я думаю, что муж должен быть, во-первых, любящий, во-вторых, способный к диалогу. Конечно, мужчина-сын, который хочет видеть в жене маму. В эфире снова ток-шоу «Жизнь как жизнь». Напоминаю, что нашу программу отныне вы можете посмотреть и на сайте пятого канала. А наша сегодняшняя тема – страсти по карьере. Глядя на нашу третью героиню, начинаешь верить в чудеса. Женщина успешная абсолютно во всем. У нее отличная карьера. Пятеро детей, любящий муж и несколько собственных компаний. Встречайте Ксению из Сорбута. Здравствуйте, Ксения. Проходите, садитесь, пожалуйста. У вас, правда, пятеро детей? Да, у меня, правда, пятеро детей. Давайте, рассказывайте по порядку. С первого ребенка, начиная. Сколько вам было лет, когда он родился? Замуж я вышла в одиннадцатом классе и сразу после школы родила ребенка. Вот этот муж, который отец вашего первого ребенка, он сейчас и есть ваш супруг, да, и отец всех остальных четверых малюток? Нет. Отец остальных детей, это мой второй муж, да. Ксения, скажите, пожалуйста, ну вот все хорошо, малютка, муж, а зачем вам понадобился еще и бизнес? Ну, я не знаю, каждый второй, наверное, очень амбициозен. Перед ним открыто все возможности, жизнь полна, бурлит. Поэтому я человек очень энергичный, энергоизбыточный по натуре. Поэтому он был естественным. Просто заняться чем-то. И на тот момент это был девяностый год, девяносто первый год. Вот. Было очень просто, естественно, открыть свою компанию. А какая была компания? Моя первая компания занималась, она до сих пор существует, изготовлением печати, штампов, тогда это было очень востребовано. И открытием фирм. Тогда открывали мы их много, в неделю штук по сорок. Вот. И так далее. Дальше по нарастающей появились новые направления. А деньги вы где взяли на начальные какие-то капиталы? Знаете, денег никаких вообще не было, они не понадобились на самом деле. У меня первый уставной фонд моей компании был 3000 рублей, который, по-моему, так и не внесла до ее ликвидации. Тогда, собственно, их и не надо было. То есть предоплата это было номер один, деньги вращались очень быстро. Тогда можно было везти все и продавать все. Это были золотые. Успехи в бизнесе и денежки первые, которые этот бизнес стал приносить, пусть маленький, пустяковый, вашей семейной жизни и жизни с ребенком мешали или помогали? Да вы знаете, одно другому просто, наверное, не мешало. Но у вас тоже ребенок был у бабушки? Помогала, да. Моя свекровь. Я просто здесь вот слышала фразу, что сказала Маше, что с бабушкой это все-таки лучше, чем с няней. Вот теперь я могу по своей жизни сказать обратное, потому что няня это человек, который не влияет на самом деле на характер ребенка. Бабушки разные. Да, я очень благодарна своей свекрови. Конечно, дочь проводила много времени с ней, но она оказала, считай, на нее такое влияние, которое вот сейчас дочери 17 лет. Мне бы хотелось, чтобы вот этого влияния в раннем возрасте было меньше. Ксюш, у вас маленький ребенок, помогает бабушка, молодой муж и то есть просто полный успех. И в этот момент муж бах и ушел. Нет, он совсем даже не ушел. Оставила его я. Поводом для замужества было все-таки такое желание независимости. Ну и как бы он был тем способом, благодаря которому ты независимость получила. Лев Моисич, скажите, пожалуйста, а какой тип мужчин больше всего подходит карьерным женщинам? Конечно, мужчина-сын, который хочет видеть в жене маму. Ну не так уж прямую, но в общем. Знаете, те дяденьки, которые про жен так говорят, хозяйка, куда поедете? А вот хозяйка придет, она скажет. Что, вот хозяйка. Какой это ужасно. Да, да, да. Он ничего не знает, ничего не хочет знать. Его это устраивает. Он может быть лидером где-то там у себя в фирме, но это тот, кто ищет сильных женщин. Ищет. Под крыло. Маш, а с вашей точки зрения совмещать вот эти две функции карьерной барышни и счастливой матери семейства все-таки возможно успешно или это такого некоторого рода лицемерие? Ну я думаю, что с каждым годом мы видим все больше и больше именно вот таких успешных барышень. Но вот что касается мужа, который нужен карьерной женщине, то я думаю, что муж должен быть, во-первых, любящий, во-вторых, способный к диалогу. Если есть способность к диалогу, то совершенно не важно, у кого карьера вверху, у кого внизу. Люди просто умудряются услышать друг друга и помочь друг другу. Я думаю, что абсолютно типичный случай. А у вас муж внизу или вверху, Ксения? Мой второй муж, мы познакомились с ним в таможне. То есть мне на самом деле это был самый противный таможенник. Противный был, да? Мне страшно не нравился вообще. И вот пользуясь служебным положением, он меня сплющил безбожно с этой таможней. Мне пришлось налаживать с ним отношения. Ну и вот как-то доналаживались. Что стали просто жить вместе. И вот родить четыре... Использовать служебное положение. Да, родить четыре ребёнка. Слушайте, ну вы ловко использовали служебное положение. Давайте поапланируем. Да, вот знаете, да, вопрос, кто кого использовал. Может быть он... Сколько вам было лет, когда вы вышли замуж во второй раз? Двадцать, наверное, двадцать, двадцать, двадцать один, наверное, столько. У вас пятеро детей, у вас несколько разных направлений в бизнесе, у вас муж, большая квартира. Кто за всем за этим следит? Кто ухаживает за пятью детьми? Кто гладит брюки вашего супруга? Кто поутраву варит ему кофе? Кофе он варит себе сам, брюки гладит тоже. Ну, на самом деле, при желании всё можно организовать. Это катастрофа. Детям же нужна мама, им же нужна не домработница, не кухарка. У меня достаточно всё хорошо организовано. Старшая дочь, она уже учится в университете, с маленькими детьми занимается няня. Со средней дочерью занимается гувернантка, потому что она очень такая разносторонняя девушка у нас, занимается и музыкой, и танцами. На всё это надо время забирать и водить её. Ну, а за порядком следит домработница. Ваши дети помнят персонал в лицо? Главное, что они помнят маму, они помнят папу. А персонал в их жизни, наверное, будет меняться регулярно и постоянно. И, в принципе, у меня даже такая стратегия. То есть я не хочу, чтобы кто-то задерживался слишком долго и начинал оказывать влияние на моих детей. А вам удаётся какое-то время всё-таки с ними проводить? Конечно. Ну, святой день, который я провожу с детьми, это воскресенье, если я не в командировке где-то, но я стараюсь всегда. Конечно, мы проводим время все вместе. Куда-то выезжая, вот в этом году мы ездили на лыжах катались, поставили малышей на лыжи, на горные. Ну, вечерами, они меня, к сожалению, не видят. Очень простую истину я для себя такой секрет открыла, что качество времени, проведённое с ребёнком, гораздо важнее количества. Ой, замечательно. Ксюша, а про бизнес расскажите немного. То есть сколько у народа у вас работает, сколько у вас направлений сейчас, если это сегодня некоммерческая тайна? Нет, это, конечно, некоммерческая тайна. Вообще 76 человек сегодня работают. У меня несколько компаний, но вот в последнее время я всё-таки остановилась на деятельности, которая называется реклама. Это дизайн-студия, которая занимается брендингом, который теперь так популярен и востребован. У нас это ещё такое направление, которое начинает жить и процветать. Есть компания, производственная компания, которая занимается, собственно, изготовлением наружной рекламы. Есть цифровая типография. И как же вы управляетесь? Вы знаете, я сейчас не занимаюсь оперативным бизнесом. То есть каждым бизнесом управляют директора. Во всяком случае, вот мой муж является директором одного из бизнесов. Они справляются, молодцы. Я говорю всеми. Маш, вот скажите, и Ксения с головой в работе, и муж с головой в работе. Семья проходит как бы так вот на заднем плане, да? Осознанный выбор. Бабушки не задействованы. Задействован персонал. Как с вашей точки зрения? Хорошо? Вопрос в том, что ожидания от семьи у всех разные. И вот то время, которое домохозяйки проводят заваркой каши, она просто его проводит на работе. А вот сам по себе обмен эмоциональный, он у домохозяйки не происходит ежесекундно. Конечно. И в этом смысле, я думаю, что она все успеет. Тем более, что их пятеро. Я вообще восхищена, что при такой красоты и юности она перед нами развернула такой социальный веер. Это удивительно, да, пятеро детей? Я почему и заподозрила сразу, что это какая-то ошибка. Да, но что касается персонала, тут я понимаю, что у вас как бы набит мозоль в том месте, где свекровь сделала что-то, на ваш взгляд, ошибочно. Но все-таки должны быть понятные и надежные няни какие-то и долгие. Потому что, знаете, как вот Арина Родионовна воспитала Александра Сергеевича, так, я думаю, и каждый ребенок должен вспоминать няню всю оставшуюся жизнь. Проблема в этих нянях, которые очень сильно прикипают и привязываются к детям. Вот одна из нянь предпоследних спросила, вот, а можно я потом... Я бы так хотела, точнее, я бы так хотела быть вот с вашими детьми, малышами, всю жизнь. Я говорю, вы знаете, даже я с ними не буду всю жизнь. И поэтому после этого я с ней сразу рассталась. Мне кажется, у вас очень высокая проблема конкуренции и страха того, что няня займет ваше место. Вот вы обсудите это, потому что дети должны жить, знаете, падая на стабильную грудь. Вот она должна пахнуть одними и теми же духами, хотя бы лет пять. Для этого у них есть я. Нет, вас в нужном количестве у них нет. Вы должны все-таки какие-то заместительные функции в своем доме лучше продумать. Когда-то вот у меня было чувство вины, я рада, что от него избавилась. И у нас с детьми такой состоялся разговор, даже с маленькими. Я говорю, знаете, происходит такая штука вот интересная. Детей не выбирают, поэтому маму вы выбрать тоже не можете. Вот вы такие, а я вот такая. Вот просто вот у меня такая жизнь, такой характер. И дети знают, что они огромная, они очень важная часть моей жизни, но они не вся моя жизнь. Я также прекрасно понимаю, что перед каждым из них какой-то свой жизненный путь. И я считаю, что самое главное, что вообще от меня требуется, да, ну это самое первое, это их просто любить. Вот что я и делаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно! Это прекрасно! На самом деле, работать или не работать, делать карьеру или не делать, это свободный выбор каждого. То есть в нашем случае это свободный выбор каждый. Делайте карьеру или не делайте ее, но только осознанно. И помните, что все можно изменить, пока не идут финальные титры. С вами была программа «Жизнь как жизнь». Встретимся через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ